Если вас подводит память, то это видео для вас. Оно о том, как не допустить атрофию мозга и улучшить вашу память. Будет кратко, но достаточно и полно. Как и с печенью, вы не почувствуете разрушение мозга. А с 25 лет мы все начинаем стареть, в том числе и потому, что наш организм уменьшает выработку гормона роста. Именно с 25-26 лет. Так вот, с 25-30 лет мозг уменьшается в объеме на 0,2-0,4% ежегодно. А это может приводить и приводит к разным когнитивным проблемам, вроде недостаточной концентрации внимания, невозможности сосредоточиться, к забывчивости, провалам в памяти и тому подобное. Особенно это проявляется быстро у тех, кто не тренирует свой мозг, кто много ест, особенно сладкого, и кто ест вечером, особенно на ночь. А уменьшение мозга – это уменьшение количества клеток мозга, нейронов. Также с возрастом уменьшается способность использовать глюкозу для получения энергии клетками мозга. Особенно ярко это выражено у людей с болезнью Альцгеймера и Паркинсона. Там прямая, абсолютная зависимость. Потому это истина. Потому им переход на кето-питание жизненно необходим. То есть нужно перевести энергообмен с гликолиза на кетос. Впрочем, об этом у меня были десятки видео на канале. Итак, вопрос главный. Восстанавливаются ли нервные клетки или нет? Нас десятилетиями учили, что нет, нервные клетки не восстанавливаются. Это неправда. Они восстанавливаются. Регенерация возможна. Но если жить так, как вы жили вчера, то есть когда шло вот это самое разрушение, не устранив причины первопричин, то да, невозможно. И никакая волшебная таблетка здесь не поможет. Надо менять пагубные привычки и пристрастия на разумные, полезные. Да, тренировки мозга нужны. Но чтобы вы понимали, это не выход. Это, по сути, просто переписывание информации с одних клеток, которые разрушаются, на другие, которые еще могут принять эту информацию и хранить. А мозг-то в целом разрушается. Просто это вы не замечаете. Пока, по крайней мере. Если начали забывать что-то, срочно принимайте серьезные комплексные меры. Не ждите. А что это за комплексные меры? Все очень просто. Вот они. Итак, что нужно знать и что применять для прекращения разрушения вашего мозга? Первое. Витамины группы В, особенно В12, В6, В1, В9 фолиевая кислота. Конечно, в идеале это надо получать из естественных, природных продуктов. Самый лучший концентрат полезных веществ и все линейки витамина группы В, это спирулина и особенно хлорелла. Но только органические. Они полученные лабораторным путем в бассейнах. Ссылки именно на такие качественные я дам вам под этим видео. Посмотрите мое видео про витамин В12. Вы поймете, что одна из функций витамина В12 сохранение и построение защитной миелиновой оболочки вокруг нервов. Вот чтобы не было этого короткого замыкания, как в оголенных проводах. Отдельно скажу про витамин В1. Если у вас плохая память, его принимайте отдельно, дополнительно. Также советую два минерала потреблять. Цинк и селен. Двойную дозу отрекомендованной на упаковке. Второе. Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты. Особенно две из них. ЭПК и ДГК. Давайте сейчас прямо послушайте отрывок из моей лекции по печени. Но, конечно, тут очень важен баланс. И вот это отдельная тема. Но ее я подробно пояснял в своем одноименном видео, которое я оставлю по ссылке в описании. Кратко так. Если вы не веган, то тогда принимайте, как это и было в СССР, рыбий жир. Или ешьте печень трески. Благо теперь омега-3 из рыбьего жира, то есть сам по сути рыбий жир, есть в капсулах. Потому что пить его для большинства людей противно из-за специфического запаха. Если вы веган, веган, сыроед, то вот это масло 4 в 1, это самое лучшее, что только может быть, ну и для любого человека, и даже если вы мясоед. Почему? Ну потому что в нем есть и омега-3, и жирные кислоты, а именно самые главные из них ЭПК и ДГК. И масло это берется не из какой-то синтетики химии, а выжимается по сути, сорбируется из лишайников. Это симбиоз гриба и водоросли. То есть полностью натуральное, органическое, экологически чистое сырье. Ну а помимо омега-3, ЭПК, ДГК, в этом масле есть и витамин Д3, и К2 необходимый для того, чтобы не вымывался кальций из кости. Доносит кальций в кость, как вы знаете, витамин Д3, а вот чтобы он там оставался, необходим витамин К2. Так вот он там есть. Чтобы вы изучили, могли понять, ссылочку тоже, кому интересно, оставлю под этим видео. Дорогие друзья, если вы мне благодарны за мои видео, за те знания, которыми я делюсь с вами, за мое время, которое я трачу на создание данных видео, то если уж вы не покупаете мои продукты, товары, приборы, то по крайней мере, будьте благодарны настолько, чтобы хотя бы оставить комментарии под этим видео. Ведь большое количество комментариев продвигает ролик в Ютубе. И напишите, какие темы вы хотите, чтобы я осветил своих будущих видео. Третье. Гель-сорбент и бактерии ЭВИТО. Если у вас есть любые проблемы с кишечником, дисбактериозные состояния, СИБР, то есть синдром избыточно-бактериального роста, синдром дырявого кишечника, посмотрите вот эти мои видео, примите меры, и вы решите эти проблемы. Четвертое. Обязательно перейдите на интервальное питание, или по-другому оно называется интервальное голодание, 6-18. Если в течение 18 часов вы не получаете пищу, организм как бы начинает себя глубинно очищать, улучшаются обменные процессы, и в том числе, говоря о данной теме, улучшается нейротрофический фактор мозга, то есть идет восстановление нейронных связей. Пятое. Стресс. Это очень вредно. Повышенный кортизол вреден, в том числе вызывает бессонницу. Все это разрушает нервную систему. Но, разумеется, более всего разрушает нервную систему, и головной мозг – это проклятый алкоголь. И неважно, где этот этиловый или, по-другому, винный спирт находится, в дорогом вине за 100 тысяч долларов за бутылку, или в самом дешевом поэле каком-нибудь самогоне. Результат один и тот же, и он зависит только лишь от концентрации этилового спирта, от регулярности приема, от времени, индивидуальных особенностей, и все. Наркотик есть наркотик. А этиловый спирт по ГОСТу 70-х годов, пока ГОСТ еще не изменили, в угоду врагам народа, которые спаивали наш народ, является наркотиком. Вот можете прочесть. Ну и, конечно, разрушает мозг табак. Но я уже не говорю о разных прочих синтетических неестественных веществах, которые разумный человек, и вообще человек, потреблять, разумеется, не должен. Шестое. Сахар и жир. Помните, что излишнее количество сахаров, глюкозы, фруктозы вызывает инсулинорезистентность. Это когда в крови много инсулина. Потом уже и много сахара. Инсулин не всегда справляется с доставкой, с депонированием сахара в клетку. Вот тогда начинаются проблемы мозга. Возникает нейродегенерация. А мозгу, дорогие друзья, нужны кетоны, а не глюкоза. Кетоны – это побочные продукты сжигания жиров. Жиры в пищу нужны, как источник энергии, мозгу. А глюкоза не переживайте. Из любых продуктов, если организму нужна глюкоза, он ее синтезирует. Ссылки на мои лекции по сахарам, по проблемам с ним связанных, я оставлю, как всегда, в описании. Седьмое. Уникальный гриб ежовик гребенчатый или герицей. Это средство применяется даже от Альцгеймера и Паркинсона. Ссылку оставлю. Восьмой пункт. Некоторые важные компоненты, элементы. Например, есть медицинский препарат Набен или его аналоги. Они улучшают работу АТФ в митохондриях, то есть улучшают энергообмен. Курс пропить. Очень даже хорошо. Особенно это помогает людям после инсультов, после потери памяти, при каких-то сотрясениях мозга. Потом. Вещество пикногенол. Это экстракт из косточек винограда. Он укрепляет стенки сосудов, особенно капилляров, что очень важно. Конечно же, мощнейший антиоксидант Дегидрокварцетин. Но не любой по названию. А тут действительно важно не ошибиться. Я рекомендую, разумеется, вот этот. Ссылка будет в описании. Конечно же, полипринолы, добываемые из пихтовой хвои. Мощнейший антиоксиданты другого ряда. Это препарат Т8 Экстра. Ссылку оставлю. Ну и, конечно, куркума с черным перцем. Только не любая, а, разумеется, лучшая. То есть, самым высоким содержанием действующего пигмента куркумина. Вот в этой куркуме 10,5% куркумина, в отличие от лучшей индийской, в которой не более полутора. Ну а черный перец усиливает эффект. Вот это мое видео о куркуме. Посмотрите непременно. Кстати, сейчас появился для ленивых, кто не хочет молоть качественный черный перец и самую лучшую куркуму в порошке применять уже в жидком виде куркума с черным перцем. Пожалуйста, вот, пользуйтесь. Но тоже био, разумеется. Далее, уникальные два препарата для улучшения работы головного мозга, сосудов головного мозга, улучшения памяти. Это огневка норма, вот этот, и огневка плюс. Кстати, огневка сама по себе жирные кислоты содержит. Ну а вот эти травы, входящие в состав препаратов, ну это просто эталон. Лучше сочетать так месяц один препарат, месяц другой. А также я рекомендую вам для начала набор для очищения сосудов и укрепления памяти на 3 месяца он рассчитан. Далее уже применяйте огневку одну, огневку другую. Ну а параллельно с этим набором, вот то, что в набор не входит, из того, что я говорил выше, применяйте. То есть набен, пикногенол, дегидрокварцетин и так далее. Ну то, что входит в набор, соответственно, дополнительно приобретать не надо. Я очень рекомендую вам пересмотреть это видео и законспектировать. Тогда вы ничего не забудете, не потеряете, будет памятка, просто действуйте по ней. И вы увидите, что ваша память будет улучшаться. Что еще? Кому-то это покажется странным, кому-то глупостью. Но я вот каждый день вижу новые и новые отзывы от людей, что происходит с ними в плане здоровья вообще, не только касаемо ее, разумеется, памяти. Это применение изделий с микросферами. Я рекомендую относительно нашей темы, конечно, вот эту шапку с микросферами. В идеале, конечно, это матрас, подушка, универсальная повязка. То, что память будет улучшаться, в том числе и от этого фактора, это однозначно. Ну а когда мы совмещаем несколько полезных, действенных факторов, то это будет гораздо интенсивней, глубже, ярче. Я непременно рекомендую вам посмотреть мои видео, которые я оставлю в описании под этим видео, для вашего удобства, связанные с памятью, с мозгом, с мышлением. Первое видео, мое последнее, про деменцию. Второе, как сохранить мозг, память, ясность ума и мышление даже в 90 и более лет. Третье, плохая память, как улучшить память, деменция и слабоумие, забывчивость и идеальная память. Четвертое, гриб ежовик, грибенчатый или герицей. Уникальное средство от Альцгеймера, Паркинсона, старение, оно улучшает память. Пятое, ешьте это для сосудов, память, иммунитет, замедление старения и снижение давления. Шестое, прошел треморук, вернулась память. Седьмое, оно снижает сахар, улучшает память, зрение, запускает очищение организма, дает энергию. Дегидрокварцетин, ну и прочее видео, которые стоит посмотреть. Ну и сейчас завершение, буквально на две минуты, реклама от меня, моих продуктов, товаров, а не чьих-то других, как это делают блогеры, ну ради заработка. Товаров, за которые я отвечаю лично, которые укрепляют здоровье и продлевают жизнь. А также будет информация, как купить, заказать наши товары не только жителям России, но и тем, кто проживает за границей в любых странах мира. Слушайте. Уважаемые зрители, всем, кому дорого свое здоровье и своих близких, заходите на мой сайт nadgar.ru, посмотрите хотя бы два раздела, отзывы и новинки. Ну а потом то, что вы захотите. Так вот, любые наши продукты, приборы и другие товары, вы можете заказать на нашем сайте, мы вам их отправим в любые города России и любые страны мира. От Казахстана до Великобритании, от Кореи до США. Все это налажено, обо всем сказано на нашем сайте в разделе доставка и оплата. Поэтому заходите, посмотрите, ну и заказывайте, кто посчитает это нужным. Я открыл второй интернет-магазин по био-зерну и муке, смолотой на каменных жерновах. Я открыл еще один канал на ютубе для рубрики «Ответы на вопросы» и всяких видеоразборов. Кому интересно, подпишитесь на этот мой новый канал и ждите соответствующие видео уже там. Есть у меня ютуб-канал специально по продуктам. Там есть то, что я не публикую на этом главном канале. Напоминаю, мы производим уникальные корма для кошек и собак, которые не просто насыщают, но и лечат и продлевают жизнь питомцам. Смотрите об этом вот это важное видео. Даю подсказку на мое видео, как совмещать продукты питания, БАДы и лекарства между собой, чтобы никто меня об этом уже не спрашивал более. Мой совет – измеряйте среду обитания, ну где вы живете и работаете, на радон, радиацию, электромагнитное излучение и себя на отсутствие опухолей. Вот раздел про приборы-тестеры. И вот на все это я оставлю вам ссылки под этим видео, которое вы сейчас смотрите. И последнее. Под каждым моим видео внизу есть важные ссылки, в том числе на мои соцсети. Очень рекомендую подписаться на телеграм-канал, который дублирует ютуб. Мало ли что с ютубом будет. И там есть также ссылка на индивидуальные консультации. Внимание! Нам нужен водитель со своей машиной, кто проживает в городе Зеленоград, либо близко от него, то есть Лобня, Химки, Красногорск. Пожалуйста, пишите. Под этим видео будет оставлена почта, куда вы можете написать в произвольной форме, что вы заинтересованы предложением работы водителем. То есть развозить заказы наших клиентов по Москве и в транспортные компании для отправки в другие города и страны мира. Разумеется, человек должен быть нашего мира и мировоззрения, то есть не употребляющий алкоголь, не курящий, ну и очень желательно веган. Ждем от вас заявки. Ну что ж, до новых встреч, до новых видео. Всего хорошего. До свидания.